Приветствую вас друзья на канале ММА Ревью. Сегодня же у нас на повестке дня плотная заруба в легчайшем весе. Пока мы с вами отвлеклись на прошлый выпуск с разбором боя Коти Гарбранта и Педру Муньеза, где сейчас идет бурное обсуждение. Российский боец Петр Ян не только подписал новый контракт с организацией на 4 боя, но и на новый поединок с соперником высочайшего уровня Джоном Дотсоном по прозвищу Волшебник. Ставьте прямо сейчас лайк к этому ролику и поехали к разбору. Петр Ян, 26-летний российский боец, бывший чемпион ACB. В июне прошлого года дебютировал в UFC, где за 6 месяцев провел уже 3 поединка, разбивая всех своих соперников в зрелищной манере. Последним же стал Дуглас Сильва, который отказался продолжать поединок после второго раунда. Плюсы бойца это ударная техника, хорошая борьба, нокаутирующая мощь и стойкость. Петр провел 12 боев за карьеру, имеет 11 побед при одном поражении с спорным раздельным решением. Джон Дотсон, американец, ему 34 года. Один из лучших бойцов дивизиона, ну наверное уже правда в прошлом. Дотсон, известен тем, что однажды вырубил нынешнего чемпиона весовой Ти-Джея Дилашоу. Далее неудачная гонка за титулом. И с 2015 года Дотсон сдает свои позиции, стабильно чередуя победы и поражения. Его плюсы это бокс, скорость и нокаутирующая мощь. Дотсон провел 30 боев за карьеру, одержав 20 побед, 9 из которых он завершил нокаутом при 10 поражениях решениями судей. Начиная разбор, сравним антропометрию бойцов, где небольшие преимущества есть именно у российского бойца. В росте он выше на 10 сантиметров, незначительно превосходит в размахе рук и размахе ног и также младше Петр Дотсона на 8 лет. Теперь же перейдем к противостоянию в стойке, где я думаю уж точно пройдет большая часть поединка. Оба бойца работают преимущественно на верхнем этаже, оба техничные, но на стороне Петра скорее сила и мощь, а на стороне Дотсона всегда была скорость. Хотя скажу сразу, что Дотсон уже не показывает ту форму, что показывал ранее. И в последнем поединке против Риверы он уже не выглядел таким скоростным, как раньше. По детальной статистике они также оба схожи, хотя все же Петр куда чаще и точнее попадает. Но выбирая фаворита, однозначно сказать нельзя. Я думаю в стойке шансы 50 на 50 и лишь потому, что у Петра да, мощный бокс. Но хоть Дотсон уже не показывает былую форму, он все так же остается стойким и очень опытным соперником. А вот что касается Партера, тут снова фаворита выбрать тяжело. Вернее фаворитом я все же думаю конечно будет Петр Ян. Он мощнее, уровень в борьбе поднял очень высоко. Может постараться примерно сделать то же самое, что сделал в прошлом поединке с бразильцем. Но Дотсона проконтролировать долгое время на конвасе непросто. Он очень подвижный и при малейшей возможности вскакивает на ноги. И выбирая фаворита в этом аспекте, на настиле конечно же будет опаснее Петр. Но он вряд ли сможет залежать и размазать там Дотсона. Но пытаться проводить тейкдауны на сближении, чтобы уверенно забирать раунд за раундом, почему бы и нет. И последнее, что мы рассмотрим, это функционалка и мотивация. Поединок продлится 3 раунда, где к такой дистанции оба соперника будут отлично готовы. И пройти ее смогут на очень высоком темпе. А вот мотивация у бойцов разная. Петр, который газует, не отдыхает, заявляет о чемпионских амбициях, будет очень стремиться к победе. Про Дотсона же такое я сказать не могу. Огонь у этого бойца уже скорее пропал. И не так давно он вовсе собирался покинуть UFC. Сейчас же выходит биться просто ради хорошего чека. Мой прогноз это победа Петра Яна. И я также думаю, что бой продлится всю дистанцию. Хотя если Петру все же удастся завершить бой досрочно, это будет просто вышка. Он очень громко о себе заявит, а там и до титула недалеко. Вот такой вот мощный поединок состоится 23 февраля. Пишите в комментариях свои мысли по поводу этого боя. Сможет ли Петр уничтожить волшебника? Или же Дотсон остудит пыл новичку? А у меня же на сегодня все друзья. Думаю ролик вам понравился. Ставьте свой мощный бойцовский лайк за мой четкий разбор. Конечно же как всегда залетайте в мою группу ВКонтакте и в мой инстаграм. И обязательно подписывайтесь на канал. Всем мир и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok